всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодняшний выпуск посвящен у нас ответом на вопросы вопросов под тем роликом на который собираюсь отвечать накидали очень много и поэтому сразу прошу прощения но отвечу я скорее всего не на все я себе записал весь телефончик сразу по ним пойду и рассортировал по самым популярным и так самый популярный вопрос оказался от виталия кашеварим виталька привет он спрашивает дима как ты считаешь какого количества просмотров и подписчиков достоин твой канал я считаю что гораздо больше чем сейчас я тоже так считаю италь где они только эти подписчики это все потому что вы подписчики недостаточно активно репостить видео в соцсетях вот про меня никто не знает следующий вопрос как вы оказались в испании не собираетесь ли сделать кулинарный экскурс страны снг я собственно периодически делаю у меня выходили рецепты по татарской кухне как родной моей кухне до родной по месту рождения у меня выходили рецепты по грузинской кухне выходили по уйгурской кухне так что делаю постепенно следующий вопрос я сразу прошу прощения я не зачитываю кто задавал этот вопрос как и пользователи потому что боюсь ошибиться с правильным прочтением никнеймов так дмитрий расскажите как вы воспитываете детей в кулинарном плане развиваете ли их вкусовые рецепторы просите ли их попробовать еду от которой они прежде отказываются или полностью подстраиваться под их и ищите рецепты под них как картошку с беконом как испанцы по вашему наблюдению корня детей если отличие например взглядах на остроту детской еды рыба морепродукты снадарное детское меню собственно говоря дети мои операторы вот сейчас передо мной сидят может быть они когда-нибудь и расскажут как я их воспитываю да никак на самом деле один оператор у меня тим всячески отказывается от новой необычной еды его крайне сложно заставить 2 открытся ему новому я готовлю и естественно все что готовлю даю им попробовать если они не отказываются и периодически у них проявляются новые вкусы они начинают есть то что раньше не ели вот хотя конечно достаточно консервативные оба что касается испанцев как они кормят да как и везде наверное я служу по испанцам даже не по испанцам а по детскому меню в кафе и ресторанах отвратительно них кормят потому что основное меню детское это картофель фри какая-нибудь паста карбонара ну вот или паста болоньезы и какие-нибудь куриные кусочки курицы в панировке обжаренные то есть какой-то примитив в принципе рассчитаны на массового потребителя вот вот как то так да про морепродукты не сказал ты не особенно дети морепродукты здесь едят по моим наблюдениям испанские да и мои тоже кривится периодически так дмитрий здравствуй интересно делать ли испании какие-то заготовки на зиму если да то какие интересно было повторить не могу говорить о всю испанию но в нашем регионе в регионе ликанты из всех заготовок которые я вижу что люди делают это вяленые помидоры про них я снимал ролик видели на канале и изюм мы живем в виноградной зоне здесь кругом растет миндаль виноград и оливки и вот виноград они вялят сами здесь недалеко от нас целая долина есть винная долина там очень красиво кстати может съездим туда я вам покажу как это выглядит вот она горами кружена совсем рядом с нами там куча винограда ну вот они делают вино и вот делают изюм ваши комментарии относительно претензий стали к ханкиши воды славного дружи не хотел отвечать на этот вопрос но раз такая куча вопросов отвечу во первых никакой претензий никакого конфликта между славным дружи и сталиком нет конфликт есть у зрителей славного дружи претензия к сталику в основной своей массе ну это стандартная беда интернета даже не интернета а тех людей которые обожают писать комментарии бездумно они то ли в силу невнимательности то ли в силу торопливости то ли в силу недостатка интеллекта не знаю не досматривают ролик до конца ибо смотрят спустя рукава на прокрутке а потом начинают отвечать высказывать претензии на свои фантазии что сталик сказал в том ролике краткая выжимка что если славный дружи ссылается на сталика как на правильного так сказать товарища в плане вот этой самой кулинарии плане люля кебабов он ссылается на его книгу то у зрителя зритель основного дружи возникает неизбежное ощущение что то что показывает дружи это правильные люля кебабы как советовал сталик но это не так сталик в своей книге и не одной кстати говоря отвечал что делать для кебабы правильно вот так они это вторая претензия которую озвучил хованский по моему своей всегдашней манере эпатажный я понимаю что эта манера импонирует очень многим интернете но это бред звучит он высказал претензию что сталик говорить так про муля кебабы как будто он автор этого блюда дело не в том кто автор этого блюда дело в том что блюдо какое-то имеет совершенно определенные принципы готовки и если не следовать этим принципам то ты готовишь не это буду какое-то другое условно говоря можно сто раз взять яйца сварить их но называть эти яйца яичницей нельзя и вот в чем была претензия собственно говоря сталика высказаны на мой взгляд в нескольких местах достаточно резко и нехорошо на мой взгляд такие высказанные все-таки нужно более мягко выдавать вот не так резко и второй сразу вопрос значит там же он продолжался по поводу моего знакомства сталиком я со сталиком познакомился 15 лет назад все эти 15 лет пусть ним периодически общались познакомился через интернет мы когда-то вместе большой достаточно компании писали сначала на одном форме там не помню обмен рецептами по моему потом сообществе кичинах мы с ним лично встречались несколько раз я отношусь к сталику как очень хорошему грамотному кулинару который очень въедливо относятся к готовке как фанату приготовления еды сталик для тех кто не знает и судя по книгам не просто автор пяти уже по моему книг разнообразных очень качественных книг хороший фотограф грамотный кулинар при этом его книги по моему на двух уже международных конкурсах заняли первые места международных понимаете то есть эти книги оценили оценила жюри международного уровня как книги высшего просто уровня то есть это оценка и качество издания и качество материала в принципе качество того что он делает вот вкратце от это на второй вопрос поехали дальше так какую еду вы не любили в детстве а сейчас едите с удовольствием супы отвечал в своих видео уже здравствуйте спасибо за видео у меня к вам такой вопрос посоветуйте какую литературу читать и где постигать азы кулинарии с чего начинать этот пункт новичкам на мой взгляд самая легко ищущаяся литература это серия книг good cook хорошая кухня поищите она в интернете тоже есть книги дорого стоят достаточно хорошо изданы это переводные книги серии там баранина говядина птица соусы чем хороши эти книги тем что половину каждой такой книги в этой серии занимает подробный разбор принципов и способов готовки технологических приемов а вторая половина это краткие рецепты по этим самым способом то есть эта книга достаточно хорошо дает материал именно как готовиться потому что знать 10 20 там не знаю 40 рецептов ты не знаешь что уметь готовить уметь готовить это уметь пользоваться приемами технологическими понимать что для чего делается и вот эта серия в этом отношении просто великолепно так чтобы не заскучали я как сказал уже не буду в одном видео отвечать на все ваши вопросы поэтому на сегодня это все а следующий выпуск ответов на вопросы выйдет наверное через недельку и мы его снимем на другой локации счастливо всем пока